Отдел 5. Страницы 922 по 935. Органическая эволюция и творческие центры. Утверждают, что всемирная эволюция, иначе говоря, постепенное развитие видов во всех царствах природы, совершается по однообразным законам. Это признано, и эзотерическая наука гораздо точнее проводит этот закон, нежели наука современная. Но нам также говорят, что одновременно существует закон, по которому, кавычки, развитие работает от менее совершенного к более совершенному и от простейшего к более сложному, путем непрекращающихся изменений, которые сами по себе незначительны, но они постоянно накопляются в требуемом направлении. Кавычки закрытые примечания. Смотри. Современная наука и современная мысль. Страница 94. Конец примечания. Именно из бесконечных малых развиваются сравнительно гигантские виды. Эзотерическая наука согласна с этим, но добавляет, что закон этот приложим лишь к тому, что известно ей как первичное творение, то есть эволюция миров из изначальных атомов и предизначального атома при первой дифференциации первых. И что в течение периода циклической эволюции в пространстве и времени закон этот ограничен и действует лишь в низших царствах. На протяжении первых геологических периодов закон этот работал именно от простого к сложному над грубым материалом, представлявшим собою останки от третьего круга, останки которые при возобновлении земной деятельности выявляются в объективность. Эзотерическая философия, так же как и наука, не допускает, так сказать, начертания или особого творения. Она отвергает всякую претензию на чудесность и не допускает ничего вне однообразных и непреложных законов природы. Но она учит закону циклов, двойному истечению силы или духа и материи, которая, исходя из нейтральной точки бытия, развивается, проходя через свое цикловое продвижение и беспрерывные преображения. Страница 923. Первичный зародыш, из которого в течение веков развелась жизнь всех позвоночных, отличается от первичного зародыша, развившего жизнь растительную и животную. Ибо существуют побочные законы, действия которых определяются теми условиями, в которых находятся материалы, над которыми они должны работать, и о которых наука, то есть физиология и в особенности антропология, по-видимому, весьма мало осведомлена. Последователи ее говорят об этом так называемом первичном зародыше и утверждают, что доказано вне всякого сомнения, что, кавычки, план и так называемый планировщик, если только он существует, пример человека с изумительным строением его членов и особенно же руки, должен быть отодвинут гораздо дальше назад. И в действительности он заключается, то есть инвалюирован в первичном зародыше, из которого, несомненно, медленно развивалась, смотри примечания, вся жизнь позвоночных, и по всей вероятности, и вся животная и растительная жизнь, кавычки, закрытые примечания, смотри, современная наука и современная мысль, страница 94, конец примечания. Это настолько же справедливо в отношении так называемого первичного зародыша, как и ошибочно, что этот зародыш лишь должен быть отодвинут гораздо дальше назад, нежели человек, ибо зародыш этот относится к неизмеримому и непостижимому протяжению во времени, хотя и не в пространстве, даже от времени зарождения нашей Солнечной системы. Как весьма правильно учит индусская философия, а неямсам, а неясам может быть познаваем лишь через ложные представления. Именно множество исходят из единого, то есть живые духовные зародыши или же центры сил, каждый в семеричной форме, которые сначала зарождаются, а затем дают первичный импульс закону эволюции и постепенному медленному развитию. Строго ограничивая учение нашей Землею, можно доказать, что, так же как эфирообразные формы первых людей сначала проявляются при помощи семи дхиан-коганических центров силы на семи зонах, Так же имеются центры творческой силы для каждого основного или коренного вида множеств форм растительной и животной жизни. Это опять-таки не есть так называемое особое творение. Так же в этом нет какого-либо начертания, исключая общего основного плана, выработанного всемирным законом. Страница 924. Но, несомненно, существуют так называемые планировщики, хотя они и не всемогущие, и не всеведущие в абсолютном смысле этого слова, а не просто строители или каменщики с большой буквы, работающие в силу импульса данного им, вечно непостижимым на нашем плане, мастером-масоном, единую жизнью и законом. Принадлежа к этой сфере, они не могут и не имеют возможности работать в какой-либо иной, во всяком случае в течение настоящей манвантары. Что они работают циклами и на основе строго геометрической и математической скалы прогрессии, широко подтверждаются исчезнувшими животными видами. И что они действуют планомерно в подробностях меньших жизней, то есть побочных животных порождений и так далее, достаточно доказано в естественной истории. Так сказать, в создании новых видов, которые иногда очень широко отходят от основной группы, как, например, в большом разнообразии кошачьей породы, как рысь, тигр, кошка и так далее, именно планировщики направляют новую эволюцию путем добавления или же лишения видов некоторых принадлежностей, ставших необходимыми или бесполезными в новых окружающих их условиях. И потому, когда мы говорим, что природа заботится о нуждах каждого животного и растения большого и малого, мы говорим истину. Ибо именно эти земные духи природы образуют совокупность природы, которую, хотя она и бывает иногда неуспешна в своих начертаниях, все же не следует рассматривать как слепую, точно так же, как не порицать ее за неудачи. Ибо, принадлежа к дифференцированной сумме качеств и свойств, она уже в силу этого одного обусловлена и несовершенна. Если бы не было такой вещи, как эволюционные циклы, как вечный спиральный прогресс в материю с таким же пропорциональным затемнением духа, хотя оба они едины, за которым следует обратный подъем к духу и поражение материи, то активный, то пассивный поочередно, то как могли бы мы объяснить открытия зоологии и геологии? Каким же образом? И это на основании авторитетного утверждения науки можно проследить животную жизнь, начиная от моллюска вверх до большого морского дракона, или от самого малого земляного червя до самых гигантских животных третичного периода, а также, что последние когда-то скрестились, что доказывается тем фактом, что все эти виды уменьшились численностью и размерами и выродились в карликовой форме. Если бы кажущийся процесс развития, работающий от мнения совершенного к более совершенному, и от простого к более сложному, был бы действительно общим мировым законом, вместо того, чтобы быть весьма несовершенным обобщением и фактором второстепенного значения в великом космическом процессе, и если бы не существовали указанные циклы, то фауна и флора мезозойской эпохи должны были бы поменяться местами с флоры и фауны позднейшего неолита. Страница 925 Именно плезиозавров и ихтиозавров мы должны были бы считать развившимися от морских и речных присмыкающихся настоящего времени, вместо того, чтобы считать, что те уступили место своим современным карликовым аналогиям. Также и наш старый друг, добронравный слон, в таком случае представлял бы окаменелость допотопного предка, тогда как мамонт плеоценского периода находился бы сейчас в зверинце. Мегалоникс и гигантский мегапериум встречались бы вместо ленивца в лесах Южной Америки, где гигантские папоротники угольного периода заменяли бы мхи, и нынешние деревья, которые все карлики, даже великаны Калифорнии, по сравнению с гигантами прошлых геологических периодов. Несомненно, организмы мира, мегастениан, третичный и мезозойской эпохи, должны были быть более сложными и совершенными, нежели организмы микроскопических растений и животных настоящего века. Например, Дреупитекус анатомически гораздо более совершенен и более приспособлен к развитию мозговых способностей, нежели современные горилла или гиббон. Что же все это значит? Должны ли мы поверить, что строение всех этих гигантских драконов, как морских, так и земных, гигантских летающих присмыкающихся, было значительно менее развитым и сложным, нежели анатомия ящериц, черепах, крокодилов и даже китов, короче говоря, всех тех животных, с которыми мы ознакомлены. Тем не менее, допустим, ради обсуждения, что все эти циклы расы, семеричные формы эволюции и тутти-кванти-эзотерического учения не лучше, чем обольщение из-за подня. Согласимся с наукой и скажем, что человек, вместо того, чтобы быть заключенным духом, а его носитель, оболочка или тело, постепенно совершенствующимся и ныне законченным механизмом для материальных и земных потребностей, как утверждает это оккультизм, это человек есть просто более развитые животные, первичная форма которого возникла от одного и того же первичного зародыша на этой земле, как и летающий дракон, и мошка, как кит и амеба, крокодил и лягушка и так далее. Страница 926. В таком случае он должен был пройти через тождественное развитие и через тот же процесс роста, как и все млекопитающиеся. Если человек есть животное и ничего более, высокоинтеллектуальный, так сказать, экс-зверь, то следовало бы, по крайней мере, допустить, что он был своего рода гигантским млекопитающимся, так называемым мегантропусом своей эпохи. Именно что эзотерическая наука и доказывает, как имевшее место в течение первых трех кругов. И в этом, как и в большинстве прочих вопросов, она более последовательна и логична, нежели современная наука. Она классифицирует человеческое тело животным творением и утверждает это от начала до конца на всем пути животной эволюции, тогда как наука оставляет человека сиротою, лишенным семьи, рожденным от неизвестных праотцов, так сказать, скелетом неизменного вида, воистину ин специали зет. И заблуждение это обязано упорству, с которым отвергается доктрина циклов. Распел А. Происхождение и эволюция млекопитающихся. Наука и эзотерический филогенезис. Обсудив в предыдущей критике западного эволюционизма почти исключительно вопрос о происхождении человека, может быть, будет не лишним определить точку зрения оккультистов относительно дифференциации видов. В комментариях и станциях мы уже рассмотрели в общих чертах фауну и флору, предшествовавшие человеку, и признали правильность многих биологических теорий, например, происхождение птиц от пресмыкающихся, частичную истину так называемого естественного подбора и теорию превращения вообще. Теперь же остается выяснить тайну происхождения тех первых млекопитающихся, которых Де Катрифаш столь блестяще старается доказать, как современных сгому преми гениус вторичного периода. Довольно сложная проблема, что касается до происхождения видов, особенно же разнообразных групп окаменелостей или существующей фауны млекопитающихся, станет менее запутанной при помощи диаграммы. Станет очевидным, насколько так называемые факторы органической эволюции, на которых основываются западные биологи, смотри примечания, могут рассматриваться как достаточные для объяснения фактов. Примечания. Страница 927. Дарвиновская теория настолько была утрирована, что даже Гёксли был вынужден одно время оставить ее, ибо она вырождалась в фанатизм. Оскар Шмидт представляет хороший пример мыслителя, который несознательно преувеличивает ценность гипотезы. Он допускает в своей работе «Происхождение и дарвинизм» на странице 144, что, кавычки, «естественный подбор в некоторых случаях является недостаточным, в других – ненужным, ибо разрешение проблемы образования видов находится в других естественных условиях», кавычки, «закрытые». Шмидт также утверждает недостаток, кавычки, «промежуточных степеней», которые позволили бы нам с уверенностью установить непосредственный переход от животных, не имеющих плаценты, к обладающим ею. Кавычки, «закрытые» – та же работа, страница 252. И далее, что мы, кавычки, «можем» опираться лишь на догадки и выводы относительно происхождения млекопитающихся, указанная работа, страница 249. Далее Шмидт говорит о повторных неудачах авторов так называемой гипотетической генеалогии и прежде всего Геккеля, но в то же время считает ценными их попытки, та же работа, то есть «Происхождение и дарвинизм», страница 231. Тем не менее, Шмидт далее утверждает на страницах 178 и 179, что то, кавычки, «что мы выиграли благодаря доктрине происхождения, основанной на теории подбора, это знание связи организмов как единокровных существ», в кавычке «закрытые». Ввиду выше приведенных уступок не является ли знание лишь синонимом догадки и теории? Конец примечания. Следует провести границу между эфиро-духовной, астральной и физической эволюцией. Весьма вероятно, что если бы дарвинисты удостоили обсуждения возможности второго процесса, то им не пришлось бы больше сетовать на следующий факт, что, кавычки, «мы должны довольствоваться» лишь догадками и выводами, что касается допроисхождения млекопитающихся. В настоящее время признанный пробел между системами размножения яйцеродных, позвоночных и млекопитающихся составляет безнадежную загадку для тех мыслителей, которые вместе с эволюционистами ищут соединить все существующие формы в одну непрерывную линию нисходящего потомства. Возьмем, например, копытных млекопитающихся, ибо говорят, что никакое иное подразделение не дает нам такого изобилия в ископаемом материале. Такие успехи были сделаны в этом направлении, что в некоторых случаях были найдены промежуточные звенья между современными и эоценскими копытными. Лучший пример заключается в несомненном доказательстве происхождения настоящей однокопытной лошади от трехкопытного анхитериума древней третичной эпохи. Потому этот уровень сравнения между западной биологией и восточным учением не мог быть улучшен. Генеалогия, которой мы пользуемся здесь, как воплощающая идеи ученых вообще, принадлежит Шмидту и основана на исчерпывающих исследованиях Рюти Мейера. Ее приблизительная точность с точки зрения эволюционизма оставляет мало что желать. Страница 928 Примечание Диктора Далее на этой странице приводятся две диаграммы. Первая диаграмма Шмидта под названием «Копытные млекопитающиеся». На диаграмме два фрагмента. Фрагмент первый – левый. От корня семейства Анноплоттеридая расходятся две ветви с ответвлениями. Ветвь первая – левая. Два ответвления. Первая – вид гиппопотамы. Второй вид – свиньи. Ветвь вторая – правая. Здесь представлены четыре ответвления или четыре вида животных. Первая – трагулиды. Вторая – олени. Третья – антилопы. И четвертая – быки. Таким образом, здесь представлены шесть видов животных. Фрагмент второй – правый. От корня семейства Паллоттеридая расходятся три ветви. Первая – ветвь. Даны два ответвления или два вида животных. Первая – носороги. Вторая – топиры. Вторая ветвь – средняя. На одной этой ветви снизу вверх даны три вида животных. Первая – анхитериум. Вторая – гиппорион. И на конце ветви третий вид – лошади. Третья – ветвь правая представлена одним видом животных макрау-хенедаи. Таким образом, второй фрагмент представлен также шестью видами животных. Конец диаграммы Шмидта. На этой срединной точке эволюции наука останавливается. Корень, из которого происходят эти два семейства, неизвестен. Примечания, смотри, Шмидт. Происхождение и дарвинизм. Страница 273 по 275. Конец примечания. Примечания диктора. Далее следует диаграмма вторая под названием «Корень» в кавычках согласно оккультизму. Здесь из одного корня вырастают оба эти семейства. Слева первое семейство «Анопло-Терридае», и справа второе семейство «Палая-Терридае». Этот корень есть один из семи первоначальных, физико-астральных и двуполых коренных типов млекопитающихся животного царства. Они были современниками ранних лемурийских рас, то есть, так сказать, неизвестные корни науки. Конец обеих диаграмм, конец примечания диктора. Диаграмма Шмидта представляет область, исследованную западными эволюционистами, область, в которой климатические воздействия, так называемый естественный подбор и все прочие физические причины и органической дифференциации находятся на лицо. Биология и палеонтология чувствуют себя здесь дома, исследуя многие физические факторы, которые столь широко способствуют так называемому разделению видов, как это было доказано Дарвином и Спенсером, а также другими. Страница 929. Но даже в этой области подсознательная работа Дхиан коганической мудрости лежит в основании всего так называемого непрерывного устремления к совершенствованию, хотя влияние ее широко изменяется теми чисто материальными причинами, которые Де Катрефаш называет средою, а Спенсер окружающими условиями. Так называемая срединная точка эволюции есть та стадия, когда астральные прототипы начинают определенно переходить в физические и таким образом начинают подвергаться влиянию дифференцирующих факторов, теперь действующих уже вокруг нас. Физическая причинность немедленно вступает в свои права, как только совершилось облачение, так сказать, в одежды и с кожи, то есть вообще физиологическая готовность. Формы людей и других млекопитающихся до разделения полов смотри примечания были сотканы из астральной материи и обладали строением совершенно не похожим на строение физических организмов, которые питаются, пьют, переваривают и так далее. Примечания. Пожалуйста, имейте в виду, что хотя животные, включая млекопитающихся, все эволюционировали позднее и частично из отбросов человеческих оболочек, все же, как гораздо более низкое существо, млекопитающееся животное стало носителем плаценты и разъединилось гораздо раньше человека. Конец примечания. Известные нам физиологические особенности, необходимые для таких функций, были развиты почти полностью после зачаточной материализации семи коренных типов из астрала во время так называемой срединной остановки между двумя планами существования. Едва только так называемый основной план эволюции был намечен в этих родовых типах, как произошло воздействие вспомогательных земных законов, знакомых нам, результатом которых был полный урожай видов млекопитающихся. Тем не менее, потребовались ионы медленной дифференциации, чтобы довести до этого результата. Вторая диаграмма изображает область чисто астральных прототипов до их нисхождения в грубую материю. Следует отметить, что астральная материя является материей четвертого измерения, которая так же, как и наша грубая материя, имеет свой собственный так называемый протил. В природе существует несколько протилов, соответствующих различным планам материи. Два субфизические элементарные царства, план разума, манаса или пятой стадии материи, так же, как и план буддхи, шестой стадии материи, все они и каждая из них развелись из одного из шести протилов, составляющих основу объективной Вселенной. Так называемые три состояния нашей земной материи, известные как плотное, жидкое и газообразное, строго говоря, являются лишь субсостояниями. Страница 930. Что же касается до предшествующей реальности сушествие физическое, которое достигло кульминационной точки в физическом человеке и животном, то мы имеем осязательное свидетельство этому факте так называемых спиритуалистических материализаций. Во всех этих случаях происходит полное временное погружение астрального начала в физическое. Эволюция физиологического человека из астральных рас в начале лемурийской эпохи Юрского по геологии точно воспроизводится так называемой материализации духов на сеансах. В случае Кэти Кинг появлявшейся на сеансах у профессора Крукса была обнаружена вне всякого сомнения наличность физиологического механизма то есть сердца легких и прочих. В некотором роде это есть так называемый прообраз Гёте вслушайтесь в его слова кавычки столько мы должны были бы достичь все девять совершенные органические существа формируются в соответствии с прообразом который просто изменяется в большей или меньшей степени в своих наиболее стойких частях и кроме того день за днем заканчивается и преображается посредством размножения кавычки закрыты это как бы несовершенное предвосхищение оккультного факта дифференциации видов из первичных астральных коренных типов чтобы не произошло в силу всего посе комитатус так называемого естественного подбора и прочего но основное единство плана построения остается почти не затронутым всеми последующими изменениями так называемое единство типа общего в одном смысле всему животному и человеческому царству не есть как по-видимому полагают это Спенсер и другие доказательство единокровности всех органических форм но является свидетельством единства по существу так называемого основного плана которому природа следовала при оформлении своих тварей чтобы суммировать данный вопрос мы снова можем воспользоваться таблицей действительных факторов участвовавших в дифференциации видов стадии самого процесса не нуждаются здесь в дальнейшем пояснении ибо они следуют основным принципам лежащим в основании органического развития и нам нет необходимости затрагивать область специалиста биолога страница 931 примечание диктора далее на странице дается изображение таблицы под названием факторы участвующие в происхождении видов животных и растений пояснение к названию основные астральные прототипы переходят физические в таблице два столбца столбец левой дхиан когонический импульс составляющий по ламарку так называемый наследственный и необходимый закон развития он лежит позади всех меньших факторов далее дано изображение вертикальной фигурной скобки за скобкой второй правый столбец по строчкам первая строчка изменения переданные наследственностью вторая естественный подбор строчка третья половой подбор четвертая физиологический подбор пятая строчка обособление шестая соотношение роста строчка седьмая приспособление к среде скобка разумность как противовес механической причинности скобка закрыта под этой седьмой строчкой в правом столбце дано схематическое изображение видов из одной верхней точки вниз веерообразно расходятся семь линий то есть видов конец таблицы конец примечания диктора раздел б европейские расы палеолита откуда произошли они и как распределились находятся ли наука в противоречии с теми кто утверждают что до самого четвертичного периода распределение человеческих рас чрезвычайно разнилось от того каким оно является сейчас противоречит ли наука тем кто утверждают также что окаменелые останки людей найденные в Европе хотя они почти достигли уровня сходства и единства продолжающегося до настоящего времени если рассматривать их со стороны основного физиологического и антропологического аспекта все же иногда чрезвычайно разница от типа ныне существующего населения покойный Литре признает это в статье опубликованной им в Ревю Де Монт 1 марта 1859 года по поводу мемуаров Бушеда Перта заглавленных Антиквите Сальтик Этанте Делувьен 1849 года в ней Литре утверждает что а в те периоды когда мамонты раскопанные в пикардии вместе с топориками сделанными человеком существовали в этой области то вечная весна должна была царствовать над всем земным шаром смотри примечание природа была полным противоположением тому чем она является сейчас и таким образом остается огромное поле для древности тех периодов примечание страница 932 ученые теперь допускают что во время миоценского периода климат в Европе был жарким и умеренным в эпоху Плеоцена или в позднейшей Третичной утверждение Литре о благоуханной весне в Четвертичную эпоху к отложениям которые относятся открытия кремниевых орудий Буше де Перте с тех пор река Сомма вымала свою долину на глубину нескольких десятков футов должно быть принято с большой осторожностью останки долины Соммы относятся к послеледниковому периоду и возможно что они указывают на переселение дикарей в течение одного из более умеренных периодов разделявших меньшие ледниковые периоды конец примечания Затем Литре добавляет Б кавычки Спринг профессор медицинского факультета в Льеже нашел в гроте вблизи Номюра в горе Шово большое количество человеческих костей принадлежавших расе совершенно отличной от нашей кавычки закрыты Согласно Литре черепа раскопанные в Австрии обнаруживают большую аналогию с черепами негритянских рас в Африке тогда как другие найденные на берегах Дуная и Рейна походят на черепа карибов и древних обитателей Перу и Чили тем не менее потоп будь то библейский или атлантический отвергается Но дальнейшие геологические нахождения заставили Гудри написать следующие убедительные слова кавычки Наши предки положительно были современниками носорога Тихорринос и великана Гиппопотама кавычки закрыты И далее он добавляет что почва называемая в геологии дилювиальной кавычки была по крайней мере частично образована после появления человека на земле кавычки закрыты По этому вопросу Литре выразился окончательно Затем ввиду так называемого воскрешения стольких старых свидетельств он доказал необходимость пересмотра всех теорий о происхождении и о длительности всех периодов и добавил что для изучения имеется эпоха до сих пор еще неизвестная науке кавычки или на заре настоящей эпохи или же как я думаю при начале эпохи ей предшествовавшей кавычки закрытые Типы черепов найденные в Европе относятся к двум видам как это хорошо известно к ортогнатус и прогнатус или же к типу кавказскому и типу негритянскому подобные тем которые сейчас встречаются лишь среди африканских и низших племен дикарей страница 933 профессор Хейер считающий что факты ботаники требуют гипотезы существования Атлантиды доказал что растения озерных обитателей эпохи неолита были преимущественно африканского происхождения каким образом появились эти растения в Европе если раньше не было связи между Европой и Африкой сколько же тысячелетий протекло со времени эпохи когда жили 17 человек скелеты которых были вырыты в области верхней горонны в сидячем положении вблизи угольного очага с несколькими амулетами и разбитой посудой вокруг них и вместе с Урзус Спелаяус Элефас Примигениус Аурохс рассматриваемыми Кювье как отдельные виды а также Смегоцерус Хиберникус который все относятся к допотопным млекопитающимся несомненно они должны были существовать в весьма отдаленную эпоху но не в той которая относит нас еще дальше нежели четвертичный период остается доказать еще большую древность человека доктор Джемс Хент покойный президент антропологического общества исчисляет эту древность в 9 миллионов лет этот ученый во всяком случае несколько приближается к нашему эзотерическому вычислению если мы не примем в расчет первые две получеловеческие эфирообразные расы и раннюю третью расу однако возникает вопрос кто же были эти люди палеолита в европейскую четвертичную эпоху были ли они аборигенами или же потомством какого-либо переселения древность которого теряется в неизвестном прошлом это последнее является единственной гипотезой выдерживающей критику ибо все ученые согласны на изъятие европы из категории возможных так называемых колыбелей человечества откуда же тогда проистекли различные последовательные потоки так называемых примитивных людей самые ранние люди палеолита в европе о происхождении которых этнология молчит и характерные черты которых еще недостаточно нам известны хотя они и определены писателями одаренными воображениями как например грант аллен как обезьяноподобные принадлежали к чистокровным атлантам и так называемой африкану атлантической группе примечания кавычки откуда они эти древние пещерные жители пришли мы не можем сказать кавычки закрытые высказывания грант аллена кавычки охотники палеолитного века в долине соммы не родились в том негостеприимном климате но передвинулись в европу из других более плодородных местностей кавычки закрытые высказывание доктора сутола из его книги эпоха мамонтов страница 315 конец примечания страница 934 следует иметь ввиду что в ту эпоху сам материк Атлантиды был уже лишь мечтою прошлого Европа в четвертичную эпоху весьма разнилась от Европы настоящего времени ибо она находилась тогда еще в процессе образования она была соединена с Северной Африкой или вернее с тем что сейчас представляет собой Северную Африку посредством перешейка проходящего через нынешний Гибралтарский пролив таким образом Северная Африка до некоторой степени была как бы продолжением настоящей Испании тогда как широкое море наполняло огромный водоем Сахары что же касается до обширности Атлантиды большая часть которой погрузилась в Меоценский период то от нее остались лишь Рута и Доития и несколько отдельных островов Связь Атлантов с праотцами палеолитных пещерных жителей подтверждается открытием в Европе ископаемых черепов близко приближающихся к типу Карибов в Западной Индии и древних перуанцев Воистину это тайна для всех кто отказывается признать так называемую гипотезу о древнем материке Атлантиды чтобы заполнить то что ныне является океаном Примечания Группа чистокровных Атлантов прямыми потомками которых отчасти были высокие пещерные жители четвертичной эпохи переселились в Европу задолго до ледникового периода В действительности это переселение относится к плеоценской и миоценской эпохи в третичном периоде обработанные кремни миоценской эпохи в Теней а также следы плеоценского человека открытые профессором Капеллини в Италии являются свидетелями этого эти колонисты принадлежали к однажды великой расе цикл который начиная от иоцена непрерывно продолжал свое падение конец примечания так как же быть с тем фактом что в то время как Д. Катрефаш говорит об этой великолепной расе пещерных людей высокого роста из Кроманьона и Гуанчи Канарских островов как у представителей одного и того же типа в то же время Вирхов таким же образом соединяет с этими последними и Басков профессор Рецус независимо от этого устанавливает сродство долихоцефальных племен туземцев Америки с теми же Гуанчами таким образом несколько звеньев в цепи доказательств основательно связаны между собою множество подобных фактов могло бы быть здесь приведено что же касается до африканских племен которые сами являются отпрысками атлантов изменившимися в силу климата и условий то они перешли в Европу через полуостров который делал Средиземное море внутренним морем многие среди пещерных людей Европы как например искром Аньона принадлежали к прекрасным расам страница 935 но как и следовало ожидать на протяжении всего огромного периода уделяемого наукой эпохи так называемого обитого камня прогресс почти не приметен примечание художественное мастерство выказанное древними пещерными жителями делает гипотезу рассматривающую их как приближающихся к пятикантропному Аллалусу этому мифическому чудовищу Геккеля нелепостью однако не нуждающейся ни в Гексли ни в Шмидте для ее опровержения мы видим в мастерстве их резьбы и рисунка проблеск атлантической культуры проявляющейся в силу атовизма следует также запомнить что Донелли рассматривает современную европейскую цивилизацию как возрождение цивилизаций Атлантиды работа Донелли Атлантида страницы 237 по 264 конец примечания нисходящий импульс цикла тяжело ложится на группах переселенных таким образом кошмар кармы Атлантиды навис над ними в конце концов человек палеолита уступает место своему преемнику и почти совсем исчезает со сцены в связи с этим профессор Андре Лефевер задает вопрос кавычки явился ли век полированного камня преемником эпохи обитого камня путем неощутимого перехода или же он был следствием нашествия широкоголовых кельтов но явилось ли вырождение происшедшее среди населения вла-везер следствием грубых скрещиваний или же в силу общего отступления к северу в погоне за северным оленем для нас это не имеет значения кавычки закрыты а далее лефевр продолжает кавычки тем временем дно океана поднялось Европа вполне оформилась и фауна и флоры ее определились приручением собаки началась пастушечья жизнь мы вступили в периоды полированного камня и век бронзы следовавший один за другим неравномерными промежутками времени даже заходящими друг на друга посреди этнических переселений и слияний более смешанных и более кратких нежели менее продвинутые и более рудиментарные эпохи примитивное европейское народонаселение было приостановлено в своей особой эволюции оно не погибает но сливается с другими расами как бы поглощается последовательными волнами переселения наступающими из Африки возможно из погибшей Атлантиды слишком поздно на ионы лет и из плодовитой Азии с одной стороны пришли иберейцы с другой пелазги лигурейцы скифы и труски все предвестники великого арийского нашествия пятой расы кавычки закрыты примечания Андре Лефевр философия истории и критика часть 2 страница 504 глава органическая эволюция конец примечания конец пятого отдела гонки